Меня зовут Алексей Чунцев, я founder First NFT Agency. Мы собираемся развивать очень много проектов, естественно, которые относятся к теме NFT. Первое это будут NFT-арты. NFT это большое пространство. NFT-пространство делится на арт. Это диджитал, пиксельный арт с криптопанками. Это гейм. NFT, которые для игр, где скины используются. Smart NFT, который мы, кстати, недавно делали решение на хакатоне. Smart NFT, unstoppable domain. Это домейны, которые децентрализированы, их нельзя заблочить. У них отсутствует ад и нету формального DNS, как в обычных доменах. И плюс этот домен, его можно использовать как адрес для виртуальных активов. В простонародье называют криптовалюты. До пяти, до семи очень много можно подвесить. Плюс санстопы развиваются. Они там работают над почтовым клиентом. Это такое превью, почему Smart NFT. И FNA рад представить свою находку, какую-то уникальную находку, я бы даже сказал. Это, скажем так, команда, группа артов. Это Viteris Family, Maximania. Мы знаем, почему мы будем работать с ними, будем их продюсировать. Будем с ними развивать диджитал арт, это пространство. Будем поглощать и десраптить этот рынок. Мы уже поняли. Вот. Если вы смотрите интервью, то, наверное, вам тоже стало интересно, почему. Почему с ними, да? Почему не с кем-то другим, а почему с ними. Вот. Чтобы было более понятно наш выбор. На основании которого мы будем все, значит, делать усилия, усилия затраты, влаживать ресурсы. В общем, не есть, не спать, а думать только о прекрасном. Еще раз Viteris Family. Макс, привет. Привет. Аня, привет. Можно сразу на ты. Вот. Тем более, что ты уже, да, ты уже попадал в кадр пару раз одной из этих камер. Это на хакатоне. Во время перформанса? Во время перформанса, да, на хакатоне. На хакатоне мы шли двумя задачами. Одно решали Unstoppable Domain. Это временно, условно, вторичный рынок с арендой доменов краткосрочной. И вторая задача, это коллекция Bookchain Heroi. Viteris Family. Они отрисовали первых героев и плюс за время интервью отрисовали тоже, условно, токенизировали перформанс. Мы токенизировали перформанс самого хакатона, когда у нас брали интервью. Само настроение, которое было во время интервью. Да, в принципе, во время интервью там были тоже вопросы, касаемые тоже только NFT, почему NFT, что мы собираемся делать, как мы собираемся делать, для чего мы собираемся это делать. Viteris Family там уже выдали прям свое решение, то есть был пустой белый экран, а к концу интервью уже, уже родилось искусство. То есть искусство уже залилось в эти пиксели. Расскажите о себе в двух словах, в трех чертах, почему рисовать, когда начали рисовать и что было первым, что вы нарисовали его? Вообще, я родился, моя мама была учителем рисования в обычной школе. Это максимально неблагодарное дело. И я, наверное, от нее перенял этот дар. Спасибо им, что они меня в 9 лет отправили в художественную школу. И вот с тех пор я начинаю развиваться. Вообще, рисовал, как сегодня до интервью, мы говорили, что ты рисовал на стенах. Несмотря на меня есть брат, он больше по технарским темам, и он рисовал на стенах. Да, так сказать, частая штука, что художники, они не рисуют на стенах. Я никогда не рисовал на стенах. Это вот нужно заметить. Если вообще ребенок не рисует на стенах, он будет художником. Потом в 13 лет я переехал в Киев учиться тут, в школу, также интернат, как называется. И после нее в академии отучился. И вот защищал диплом. Круто. Ну, вот так вот, как бы, ну, по-трусному, да, как бы, школа, интернат, университет. Я бы, да, там, ну, мне что-то сразу напомнило, как это, мы не 13 имена, да, как Шевченко тоже, да, вот, не хотел там пасти, да, там, убежал, начал рисовать, да, рисовался. Аня. Вот, ну, у меня все немножко по-другому было. Я тоже рисовала с детства, я очень это любила. Я ходила в художественную школу в Чернигове, рисовала дельфинов всю свою сознательную младенческую жизнь, вот. Но я собиралась быть спортивной гимнасткой вообще изначально. И я занималась спортивной гимнастикой, и я порвала связки на ноге, и мне хирург сказал, что мне нельзя заниматься спортом профессионально. И сказал, что у него дочка, вот, ходит в школу, можешь, типа, начать рисовать, тебе понравится, это такое спокойное дело. Ну, как бы уже спорт не вариант. И я начала рисовать, ходила в эту черниговскую школу, потом я тоже поступила в киевский. Вы вместе учились? Да, мы учились в одной школе. Это спецшкола, получается, я в 13 уехала жить в Киев, и там общежитие при школе. И мы жили в общежитии, там познакомились, начали встречаться, вот. А потом поступили в академию, ну, Максим, потом я, и решили потом вообще пожениться. И так образовалась Ветерис Фэмили. Ветерис Фэмили. Окей, да, сразу, да, тогда оцепляемся. Настоящий художник не рисуют на стенах. А если будет, как бы, вот, запрос или вот чего-то родиться внутри, нарисовать на стене мурал. Просто вот у меня даже есть какая-то коллекция в телефоне муралов. То есть я очень люблю вот это вот искусство. То есть иногда даже бывает под настроение, либо слишком хорошо, либо слишком грустно. Вот, я, как бы, своим маршрутом объезжаю Киев, там где-то обхожу, где-то объезжаю, где-то есть любимые муралы. То есть мурал, как бы тоже, там, постоянно минуту, там, на него, там, посмотреть, влиться. То есть если бы было бы предложение отрисовать мурал, вы бы подказались. То есть рисовать на стенах не ваших. Я не знаю, у меня были пару проектов, но мини-муралы, это для кафешек всяких, разрисовывали стены. Я так сам родился не в особо богатой семье, поэтому часто очень копался за любую работу, там, за 500 гривен целый день. Садик разрисовать. Да, садик разрисовал, потом пришел, заболел после этого на неделю. А какие-то работы в Киеве есть, где вот можно сказать, что, там, вот это вот ты рисовал, где-то можно... Если в садик проберетесь, там, туалет я разрисовал им, потом в Нежине, с моей родины, там кафешка есть. Но ее после того, как я разрисовал, закрыли, это закрасили все, поэтому... Ну, у меня вообще даже мечта была насчет мурала. Я как-то в школе заметила очень классный мурал, и я думаю, надо как-то попробовать. Я занялась этим вопросом, но оказалось, что это очень сложно на самом деле. Ты должен около месяца готовиться ко всему этому, то есть эскиз, утверждать с городом, чтобы она согласилась. Это культурное, и это очень сложно на самом деле. И это, ну, такой проект, он очень длительный, и если ты уже взялся за него, ты его обязан закончить, обязан это все, как бы, ну, даже если ты уходишь в минус, это как бы уже все, это важно. Это такая штука серьезная, мурал. Я очень этим восхищаюсь на самом деле, фундаментальная живопись. Да, это очень серьезная штука, я больше не знаю, там немножко, не сказать, что тусовался, тут есть как бы тусовка художников, как бы в Киеве, да, там бар на Подоле, там барбакан, где они там собираются, да. Ну, и вообще, вот эти вот перформансы, когда там на Софийской площади, особенно Пасху, когда они там то яйца разрисовывают, да, там им там раздают, они разрисовывают, то там зайцы пасхальные, да, там они разрисовывают. Вот, да, там некоторые из них там действительно они собирали, даже там делали какие-то вещи не особо приятные им, но в коммерческом плане, чтобы у них была возможность отрисовать муралу, то есть это еще и затратно. И следующий такой момент вообще в тусетних художников, как бы, ну, общаетесь вы в кругу или как бы... Да, ну, это как бы, ну, это невозможно, мне кажется, не попасть по ту секту, если ты более-менее уже художник, который давно что-то делает, ну, как минимум, потому что мы в академии учимся, учился Максим, да, а там только художники. И даже вот, когда мы учились в школе, сложилась такая ситуация, что мы не общаемся ни с кем, кроме художников, и это было на самом деле довольно, ну, такая жестко. Потому что когда ты выходишь из этой среды и попадаешь в реальный мир, ощущение, что просто все люди такие какие-то... Почему они тебя не понимают? Они должны тебя понимать. Это очень, на самом деле, плохо, потому что художники у нас именно, они как-то создают коммуны такие, общаются между собой и все, им ничего больше не интересно. И немного ходит вот эта религия, что художник должен быть голодным, это все... Это неправда, да? Ну, это правда в какой-то степени, но это не должно быть так, ну, это... Художник не должен быть голодным. Нет, художник должен быть голодным, но я, с одной стороны, понимаю художников в том плане, что когда они живут в своем мире, ну, как бы, искусственно ограждая себя... Это да, это хочется. Да, художник должен быть голодным, но иметь возможность покушать, когда захочет. Это круто, но понимаете, он должен быть голодным, но если все-таки хочется что-то делать и очень хочется закрыться, не хочется никуда выходить, ни с кем общаться, да, это классно, но ты составляешь себя, потому что надо, иначе просто нельзя, иначе ты просто будешь голодный. Не, ну понятно, голодный, я имею ввиду, что ограждая себя от общения, условно наркоманы, пьяницы, или просто нелицеприятные люди, или политика, когда мы за белых, мы за красных, они просто закрываются в своем мире. И я отчасти понимаю это, может быть, когда-то тоже сам, я не художник, но то, что закрывался, может быть, какие-то были моменты, что да, как бы отродиться от всего вот этого, тебе комфортно, условно, в твоем мире, в твоей галактике, чтобы лишние астероиды не залетали, не мешали, не врывались в свое пространство, не нарушали какого-то равновесия. Расскажите, что любите рисовать, что по-вашему такое настоящее искусство, как это, это просто тебе хочется рисовать, либо ты проснулся с какой-то идеей, либо ты шел, шел, споткнулся, вот раз какое-то озарение, ты начинаешь рисовать, либо ты себя заставляешь рисовать и рисуешь, вот что такое искусство, как вы рисуете, как это все это рождается. На примере того, что хотя бы, да, вот начнем с криптогероев, ты отрисовал уже 6-7, 7-8 ты отрисовал, и вот они все супер, но среди этого супер есть какие-то супер-супер, как вот есть такое VIP, да, там, а вот придумали VIP, very special. Я не знаю, заставлять себя рисовать только, когда нужно именно у нас сессия, надо сдавать что-то, и заставляешь какие-то постановки, потому что в академии уже, сколько, лет 100, одни деды позируют, наверное, с тех еще времен. В одних вот так вот сел и рисую 4 года. Вот это заставляешь, но со временем, когда ты уже начинаешь экспериментировать, тебе хочется и то порисовать, и то, особенно, когда ты всю жизнь только это делаешь, и не знаешь больше ничего, в принципе. И ты, когда приходишь к чему-то, что тебя цепляет и не отпускает, и ты уже не можешь даже себя просто сказать, что ты заставляешь рисовать, ты просто берешь и рисуешь. Ну да, сейчас уже такого нет, и мне это очень нравится. Раньше было такое, что заставляешь, но это скорее не потому, что ты создаешь искусство, мы просто учились. У нас реально академическое образование, а академическое образование – это как математику выучить. Это нет такого, что искусство, там, полет идей, это чистый технический рисунок, анатомия человека, ну то есть никаких там брызг на стены, это просто вот конкретная конструкция тела человека. Поэтому, как бы, ну, заставляешь, да, что делать, надо бы учиться. Что любите рисовать? Что по душе? Ну, блин, последнее время… Делефины. Делефины. Последнее время я как-то подсела на эмаль, эмаль алкидная, и очень люблю рисовать тела людей, фрагменты тел людей, и объединять это все с эмалью, и очень классно получается, мне очень нравится. Сейчас делаю серию такую. А я, кстати, заставлял себя рисовать эти дедов реалистичные и прочее, а потом… Стариков катабучи рисовал. То же самое. Потом начинал там всякие кубизм, это все, уходить туда, потому что я думал, что кому надо эти деды. Но в итоге, к чему я пришел, это к реализму. Ну, у меня такой психореализм, ладно. Отлично. Это сложно описать, да, это просто надо увидеть один раз и… Первая проданная работа. Аня. Я ехала… Максима я уже знаю. У нас была такая как-то хобби в школе, мы ездили в метро и рисовали с людей наброски. Ну, это классное хобби, нам очень нравилось. Мы просто от станции к станции рисовали людей, и подошел как-то мужчина и такой, можно посмотреть, пожалуйста. Ну, это стандартная ситуация. И он купил набросок за 30 гривен. Я на самом деле в восьмом классе, это было ого-го, 30 гривен. У нас была стипендия 200 в месяц, 200 гривен. И 30 гривен это… Я вспомнил про свои первые роботы, проданные. Это было в классе третьем, я рисовал школьные… Во время этих первых звонков асфальт весь разрисован всякими школьниками, журавлями и прочей фигней. И я за шоколадки это рисовал. Фуф. Да, по сути, мурал, мурал. По сути, муралы. Самое необычное место, где вы рисовали. Окружение, то есть где вы рисовали. То есть автобусы, ладно, вот самое-самое необычное, где вы рисовали. Не знаю, там, на дереве, на елке, я не знаю, там, 31 декабря в 23.55, там, где-то, не знаю, там, пещера. Акатония, акатония во время интервью. Нет, 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 на Акатония. Блин, наверное, так даже не скажешь. Ну, было в бане. В бане. В бане было. В бане было. Прикольно, стандартно. Не совсем стандартно. Ну, это просто, на самом деле, она не то, чтобы нестандартная. Просто, когда ты рисуешь наброски, то все места, по сути, нестандартные. Ну, набросок, это такая быстрая зарисовка человека в движении. Такая очень приятная для техники вещь. И ты просто рисуешь их везде, поэтому… На природе рисовали. Конечно. Пробуешь ли? Конечно. Это вдохновение кто-то по-другому приходит, чем как-то в стандартный. Измененный пейзаж. Нет, не пейзаж рисовать, а на природе рисовать. То есть я вот, ну, есть же разница, вы сидите дома в обычной обстановке, рисуете, либо вы выехали в какое-то место, вот природа, солнце, птички, там, бабочки летают. Ну, смотря что рисовать. Да что рисовать, что пришло в голову, то рисуйте. Ну, так, наверное, не получится, потому что это, скорее всего, будет отвлекать. Мне кажется, да. Вот если ты рисуешь пейзаж конкретно… Не пейзаж, что угодно рисуешь. Ну, я бы, наверное, отвлекалась, мне кажется, на природу, если бы рисовала на природе. Если не пейзаж, если вот кого-то там просто берет мысли. Тем более это сложно в том плане, что если ты рисуешь не пейзаж, то еще освещение играет роль. Когда ты в мастерской, освещение одно, и проще тогда, ну, понять тон, цвет картины. А когда ты на природе, оно постоянно меняется. И даже пейзаж, когда пишут на природе, все равно приходят в мастерскую, смотрят и дописывают уже на месте, чтобы оно, типа, нормально смотрелось. Солнце, оно сильное, яркое. Окей, самая быстрая работа за сколько рисовали? Самая быстрая, вот эти же наброски, от 5 секунд. Ну, наброски, наверное, тогда не считаем, потому что, ну, это действительно очень быстро. А вообще… Это именно картина? Я картина именно метр, там, полтора на полтора, помню, тоже, это постановка была, но я уже настолько задолбался классическое рисовать, я чуть-чуть мэкнул, пошел порисовал, и там, что-то за час нарисовал постановку. Ну, у меня есть серьезный, я помню, нарисовала за два часа мопса на двери. У нас охранник был, принес мне дверь, натянул на дверь ткань и попросил нарисовать мопса. Ну, такой мопс, наверное, метра полтора. И я мопса этого за два часа, вот так, классно получилось. Какие цвета любите? Вот сейчас просто я вот… Ну, такого делать нельзя, но Макс вошел в положение, видно сразу, профессионал, да, так бы вы понял, то, что, ну, вот мы сейчас рисуем в технике и в цветах киберпанка, ну, потому что сейчас киберпанк жмет, как бы, особенно в теме, то, что связано с цифровым артом, тот, который в сети, зумеры, после зумеров, перед зумерами вот такие поколения, то больше востребуют цвета киберпанка. Поэтому я, как бы, Макса сразу попросил, чтобы он там начинал героев, как бы, да, отрисовывать в киберпанке. Какие ваши любимые цвета, вот техники? Сейчас я кислотные цвета. Я вообще промпомандирую в своих работах добро, любовь и счастье. Там голубые, желтые, яркие, самые открытые цвета. Такие ядовитые, или нет, такие более спокойные? Ядовитые, но если правильно это все делать. Если там подчеркиваю детали, да? Да, да, именно неон тоже впускаю. Мне нравится окись хрома и небесный голубой. Есть такой цвет, да, но это правда. Это просто, я не знаю, как по-другому есть. Но окись хрома, это такой зеленый с добавкой коричневого, если проще. Но он не совсем такой, но вот, да. И голубой с серым. Голубой с серым. Да, но и вместе. Да, что вы мечтали, что мы хотели бы отрисовать? Есть какие-то задумки на какие-то коллекции такие? Безбашенные или там наоборот какие-то, я не знаю, там, условно какое-то, как это называется, какой-то там Новопечерские липки, да, там, там 10 домов и там 10 муралов там отрисовать. Или отрисовать чего-нибудь, чтобы такое было. Ну, какие-то амбициозные проекты. Что-то в голове живет уже, что вы хотите сделать. Ну, я бы хотела мурал сделать, перспективе, если бы... Мурал? Да, это было бы классно. Вот сделать мурал где-нибудь в таком месте, особенном, возможно, даже на природе, если получится, на какой-нибудь скале. Вот, это было бы круто. Конечно, я думал об этом, чтобы как-то засветиться, даже нелегальным способом все разрисовать обезьянами, которые предлагают, да, купить. Да, да, да. Скажите, кроме рисования, еще что-то, может быть, из искусства, мозаинка, лепка, я не знаю, там, чего-то еще там? Я стараюсь лепить. Ну, как? Ну, у меня есть пластилин. Просто лежит? Да, он лежит у меня в тамбочке. Ну, вот, мне просто... Мне нравится скульптура. Это сложно, это очень сложно, поэтому это нельзя назвать тем, что я этим занимаюсь или зарабатываю. Это как хобби дополнительное получается. Вот, лепить и... Ну, как, искусство, оно, типа, в этом плане очень разнообразное. Даже если ты просто рисуешь, ты не можешь просто рисовать. Есть карандаш, есть тушь, гуашь, акварель, но столько материалов, что просто, как бы, если их менять периодически, то это уже разнообразие будет. Я имею в виду, что кроме рисования, что-то вот еще. Я татуировки беру. Я тату-то мастер, да. Тату-то мастер? Да. Ну, это тоже рисование. Да, наверное. Имеется в виду, ну, как что-то другое, лезая там. Прям кардинально вообще. Ну, вот лепить, это кардинально другое. Там, из дерева что-то резать, я не знаю, там... Ой, это всегда были попытки, но я не остановился ни о чем особо. Из дерева резать? Да, я постоянно бегаю в вашем дереве. Куда бы хотели бы слетать в отпуск, чтобы там вдохновиться и там что-то порисовать, может, или просто вдохнуть от всего? Есть такое желание? Мальдивы. Куда-то улететь, и вот планшеты, ну, ваши холсты, да, диджитал-холсты, оставить и к ним не прикасаться. Ой, все-таки в Исламе. В гостеле там плавать, загорать. Тут именно такое желание. Куда бы вы улетели? Куда бы хотелось бы просто все бросить, улететь? Там Зандибар, Австралия, Французская Полинезия, Египет, Турция. В Исландии, да? Ну, я думала, да, вот, насчет либо Норвегии, Исландии, или Мальдивы. Исландии, Таиландии, вот такого вот. На море, на море хочется. Ну, Исландия, это ж, ну, это сияние, вот это вот. Чтобы от крайности в крайность. Да, чтобы там вот эти вот гостиницы есть, да, когда ты прям под полярным сиянием там. Либо в снегу, там гостиница из снега, вроде есть какая-то. Да. Либо Таиланд, да, то есть Таиланд, Азия, да, шокирующая Азия должна быть, да? Шокий полный. Да, да, и острая пища. Куда-то уже летали, уже где-то были. Сам я только в Египте был. В Египте. Ну, с Макса в Египте. С Макса были в Вене. И в Белоруссии один раз было незаконно. В Белоруссии тоже, да, заходит. В каких проектах участвовали? В таких самых крупных, масштабных? Какой был самый крупный проект, от которого? Вот недавно у нас, не так сказать, чтобы был громкий проект, но недавно мы участвовали в выставке. А, в Классарте? Да, в «Идеальное мистерство». Да. Но это, она была просто организована нашей организацией такой студенческой. И мы все это сделали, отвезли все работы, оформили. Там куратор занималась воскреблением выставки. Она была не то чтобы просто крупная, она была наша, поэтому она такая, как свой ребенок. Самый классный проект, он не связан с рисованием. У нас под общежитие Академии есть этаж целый, он был заброшенный, там была столовка вроде бы раньше. И группа именно студентов активных, и мы в том числе добились того, чтобы это пространство переделать под студенческие нужды. Мы там сделали, выбили ремонт, все сделали, и там теперь коворки, вот как этот спейс, только бесплатный, там Z3DNation, там йога проводится, Wi-Fi есть. «Крыло» называется. Может, слышали? «Крыло»? «Крыло». Да, я что-то слышал, такое «Крыло, крыло, крыло». Да? Что-нибудь, что вдохновило, какой проект участвовали? Ну, я не знаю. Без ожидания, а вот такой. Как назвать участием? Мне как-то ночью написала девочка, типа, вот смотри, есть один проект, он непонятно вообще откроется или нет, но он открылся в итоге. И надо срочно руки, надо срочно помощь, вот типа, приезжай, в Ув Юкрейн. Ну, как бы это было, там на самом деле много участвовало людей из академии, собственно. Там делали вот эту вот статую Родины Матери, голову, там скульптора их делали наши. Вот. Я тоже, собственно, я клеила ракушки, там был такой типа стенд, посвященный Черному морю, нашему украинскому. И там надо было, типа, оформить этот уголочек ракушки, наклеить в этот стенд. Вот. И я клеила черную руду на стену. Там такой был, дырка такая. Ну, я приехала, мне говорят, вот камни, мешок камней, типа, съезди, куда тебе надо, купи, что тебе надо. И, пожалуйста, вот эта дырка, эти камни, их надо туда приклеить. Открываем все, типа, завтра, давай клей. И вот так вот это происходило. Но это прикольно, мне очень, я очень вдохновилась. Я просто не ожидала. Мне сказали, типа, едь на вокзал, два часа ночи, типа, мы такси оплатим, хорошо, на вокзал, два часа ночи, давайте. Поехала на вокзал, приезжаю. А там вообще, ну, типа, все бегают, там у них жесткие дедвайны были, это вообще, и там прям всех просили приезжать, быстрее делайте. Но это было очень классно, мне очень понравилось. Там до открытия было намного лучше, чем после открытия. которые были в Украине. Мощные ребята, да. Очень мощные. Макс, что настоящее искусство, что не настоящее искусство, но у вас есть условно какие-то ориентиры в искусстве, в искусстве? Кто-то нравится, кто-то не нравится, понятно? То есть, какие-то авторитеты, кого вы либо принимаете эту технику, либо вы признаете эту технику уникальной, либо она вам нравится. Вот какие-то, не знаю, там, Ман Гог, Пикассо, Малевич, кто-то из новых, там, нравится там. В FNA у нас был эксперимент, и мы токенизировали одного, вот из Львова, такие-то раз, и он слепил бостонского человека, ну, там, якобы, задумкой, но в стиле Альберто Джакуметти. Этот Альберто Джакуметти, это какой-то, по-моему, француз, который жил в Швейцарии, и он там, лепил там такой, вот он, типа, слепил в стиле Альберто Джакуметти. Кто для вас является, типа, не знаю, там, авторитетом, путеводной звездой, что вы скажете? Да, это крутой чувак, он классно рисовал или лепил? Ну, во-первых, насчет вопроса, что настоящее искусство, что нет, то, если человек делает что-то, и хотя бы один человек считает это искусством, ну, помимо его, и помимо мамы его, то это считается искусством. Окей, да. А что не нравится, так это то, ну, наверное, кто лучше делает, тот сразу не нравится. А таких нет, к сожалению. Кто из художников или из людей, там, искусств, кто нравится? Например, у нас в Украине есть... Давай, глобально кто нравится, и кто в Украине? Глобально, вот я давно слежу за... Леонид. Фил Хэйл. да. Фил Хэйл. Потом, в Digital мне очень нравится Колесов. Колесов, Колесов, Колесов. Возьмем его заметку, не могу вспомнить, окей. Ну, понятно, Яблонский, если кто-то знает. Да, Яблонский крутой. Ага. Это такие очень... Он не украинский, он, я не помню, поляк? Не, он, да, что-то оттуда. Они работали над одной игрой очень, визуально очень крутой. Это Дизональд. В Украине есть по классическим, парижская коммуна, там входили Чичкан, Савадов и прочее. И, блин, на самом деле, все, кто увидят мои работы и Чичкана, сразу могут подумать, что я все украл, потому что он тоже постоянно обезьян рисует, и я. Но я начал их рисовать еще до того, как я узнал. Это... Это правда. Не, ну обезьяна, это сейчас тренд. Паура, да, там отрисовала в NFT-коллекцию. Да, Аня? Ну, если... Ну, я просто из глобальных, тут скорее мне нравится Бэнкси, но это не потому, что мне нравится его работа, мне просто нравится его подход. Вот он такой, именно нормально подходит к искусству. Он вроде бы и штампует свои работы, но в этом что-то есть. Вот у него есть коммерческая жилка, и мне кажется, художнику не хватает коммерческой жилки, всем художникам. Это... Так, Бэнкси нравится, как рисует, или просто он перформанс заворачивает? Ну, как он это все организовывает? Как вот он... Он смог это все сделать правильно. Да, а как искусство? Ну, тоже нормально. То есть, то, что он там на стене может там нарисовать вот эту вот там знаменитую девочку, да, и человек с биткоином. Ну, да, ну, молодец. Ну, окей. Да, кто-то еще? Ну, из наших, украинских. Мне нравится очень Яблонская. Татьяна Нила. Не Яблонская, Яблонская. А. Это женщина, да. Она академист просто. У нее вот такие работы очень разнообразные. И она работала в очень разных стилях, пробовала очень разные техники, и мне это очень нравится. Вот. Еще из наших. И со временем я на войску установлю работать. Джев Кунс. Мне нравится его вообще... Ну, Ксин Скалацкий. Ну, да. Очень нравится. Окей. Нравится именно сама идея или сама техника, то есть исполнение. То есть, вот все эти работы, если они нравятся вам, да, рассказали. Что, там новизна какая-то есть? Или это техника, или это необычно? Почему они вам нравятся? Дайте шкалу определения, как бы это вот график. Давай объясните какие-то рендерные точки, почему они вам нравятся. Вауэффект. То, что заседает в мозгу. Ну, то есть, это и все, мне кажется. Там и техника должна быть, и какой-то вот, типа, контраст этих всех линий, и смысл должен быть, и тогда вот эта работа реально будет. И тогда она нам нравится. Когда рисуете, больше, ну, как ты рисуете, в тишине, или какая-то музыка должна быть, фон, чтобы никто не отвлекал, или наоборот, ну, это... Ну, лично, когда рисую, я что музыку включу, что не включу, я забуду об этом, я вообще не ощущаю. Прихожу, когда домой, реклама ОЛХ на Ютьюбе, Максим слушает уже четвертую рекламу подряд, не пропускает, я музыку слушаю, рисую. Поэтому, как бы, да, тут... Роли не играют вообще. Не, ну, мы включаем музыку, но просто, да, оно немножко в такой, типа, шум уходит. Тут тоже художник, мы с у нас скоро будем вместе, я надеюсь, тоже интервью на плюсах. Вот он рассказывал такую историю, когда говорит, что он на втором этаже рисует, и слышит, кто-то внизу ходит. У него, крайне, там компьютер, еще что-то, а он не может оторваться. Условно, он связан, там, космос, все, там, он все, он ушел в астрал, типа, рассказываешь, что рисую, там, слышишь, кто-то ходит, а оторваться не походят. Не, 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 я не настолько прям духовный человек. Тихнори. Да, ну, то, что, как бы, духовно, как бы, ну, как ты... Не, но есть такая фишка, что ты, типа, рисуешь, и ты не можешь оторваться, ну, действительно, такое есть, вот даже, когда тебе, там, что-то срочно надо куда-то бежать, у тебя там выкипает кофе, но ты все равно рисуешь, и ты понимаешь, что кофе выкипает, но ты все равно рисуешь, и вот, ну, еще здесь, ну, еще вот здесь, ну, здесь и ухожу, и уже, ну, там, выкипело, и все уже, это же как интересный фильм, смотришь, ну, да, оторваться не можешь, такое хобби, не знаю, мне кажется, так есть в любом хобби, если оно тебе сильно нравится. Да, тогда подведем итог, то, что искусство, это то, что одному человеку нравится, это уже искусство, Беркси защита, да, нормально, 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 да, а вот, как вот отношение, вот этот Бипл, который продал за 60 миллионов, там, если он уже звучит в новостях, то это колоссальная работа, а вы не оценили, как искусство, как искусство, как искусство, я на самом деле видел не все его работы, там, пару работ, я так понял, он 3D, прям каждый день, то, что он, сам факт того, что... Ну, искусство, это жертва, на самом деле, в какой-то мере, и он... На Thousands Imaking это, вы считаете, это искусство, но вот действительно, что это что-то уникальное есть, либо это, ну, это можно сделать, повторить, ну, повторить легко? Нет, это искусство, Биплевое имбранность, могли бы такое повторить, даже не то, что повторить, а сделать лучше? Могли бы сделать лучше? Так, конечно, сделать лучше могли. Тут вопрос не в том, кто может сделать лучше, а в том, кто это первый сделает и как он это подаст, то есть это надо сделать обязательно первым и тогда ты будешь. Давайте тогда хорошо, тогда говорим про Бипла больше как про уникальность. Да, уникальность ситуации. Как какого-то качества. Но качество это скорее к академизму, а академистов, ну их мало, но они качественные, но они не знаменитые. На самом деле у Бипла довольно-таки есть художники похожие и прочее. Тогда еще раз, чтобы не очень утомлять тех людей, которые досмотрели до этого времени, мы сейчас нажимаем на паузу и переносимся в другую атмосферу пространства, вот, где я вам задам следующие вопросы.